привет всем любителям вышивки сегодня я хочу показать свои процессы от фирмы dimensions у меня этих процессов 2 1 на 14 канве снежный барс и мэгги рукодельницы на 18 канве на 18 канве это моя первая работа так мурзилка как всегда здесь потому что она спит на этом станочке для тех кто не видел на моей страничке вконтакте и в инстаграм есть фотка как она спит в люле вот на этом станке ссылочки на моей странице есть под каждым моим видео сегодня мы с вами посмотрим насколько я продвинулась в картине снежный барс вот эта картина опять девчонки буду одним дублем снимать на телефон вот такой снежный барс это единственная картина от которой я прям заболела вот когда я увидела я потеряла покой и сон пока муж не подарил мне ее на день рождения и это самая дорогая картина из всех моих она куплена была за три три 600 по моему но ее нигде вот на тот момент не было потом уже появились они можно было найти в группе вконтакте еще где-то чуть подешевле но вот в тот момент когда я ее захотела не было нигде и все-таки муж мне ее купил я была так счастлива но я не поклонница dimensions но вот эта картина меня просто покорила я видела и готовые отшивы ну вы тоже наверняка видели готовые отшивы этой работы но также как собственные мэгги мэгги тоже я когда увидела я ее захотела но сейчас поговорим про барса а потом про маги я не буду вам показывать здесь схему там нитки вы все это знаете уже сто раз видели как комплектуются наборы dimensions посмотрите вот сколько я вышила знаете что интересно вот когда я вышиваю на 14 канве dimensions мне она кажется намного крупнее чем канва от гаммы или канва от свайгард 14 каунта я не знаю почему мне легче вышивать но я заказала очки хорошие они у меня плюс 2 и и когда я вышивала да мне было проще а вот этот участок вот этот вот угол вышивается полукрестом в пять нити в шесть нити я вышивала когда у меня очки были один и два я вышивала мне казалось что я вышиваю хорошо ровненько а когда я заказала очки плюс 2 а дело их ужас ужас я когда посмотрела мне казалось что у моей ниточки в пять в шесть нити ложатся ровно потом я увидела что они ужасно ложатся у меня не ровно и я начала уже стараться и вот этот вот участок у меня весь вышит аккуратненько здесь уже все аккуратненько то есть вот этот участок уже другими с другими очками вышивала а здесь когда вышивала мне вроде казалось все идет нормально так вот здесь вот я ошиблась вот видите уголочек да здесь идёт пол клетки но когда я начала вышивать я не знаю почему и ошиблась всегда вышиваю с разметкой а тут вот начала с этого уголка надо было сразу всю канву размер я сразу не размечала думаю сейчас начну Ну вот, фиг вам называется. В общем, по-прежнему полностью размечаю всю канву для того, чтобы не ошибаться. Вот, несмотря на то, что уже столько картин вышло, если я канву полностью не размечаю, у меня обязательно ошибки. Ну, вот так уже привыкла я и, в общем, решила, что так и буду размечать. Но неважно, я не стала здесь ничего распарывать, потому что это вот так оформится в багет. Вот. Хотя, может быть, когда я полностью картину вышью, я потом вот этот вот участок, вот этот участок распарю. Ну, посмотрю, ладно. Я пока на него внимания не обращаю. В общем, вышиваю дальше всю картину. Да, медленно продвигается, потому что у меня еще много других процессов. И на станке мне оказалось вышивать сложнее. У меня плечо устает, болит вчера. Когда трансляция у меня была? Не, не вчера. Ну, в общем, в последней трансляции я рассказывала уже, что на пяльцах мне в последнее время удобнее вышивать, пристроиться как-то с ними, чем на станке. Хотя, когда я купила этот станок, я прям быстро вышивала хорошо. Вот, в общем, вот этот весь участок вышила, была довольна. А потом как-то разболела с плечо, и я взяла пяльца. Ну, хорошо, что я могу чередовать. То есть могу чередовать, немножко на станочке вышивать, потом на пяльцах. Все равно это очень-очень удобно. Ну, вот такая вот работа. Не знаю, когда я ее закончу. У меня собачка есть готовая. Тигров, львов у меня нет готовых. И зимних работ у меня нет. Зимних пейзажей. Все лето у меня везде. Ягодки, цветочки. И очень хочется вот такой вот зимний пейзаж. Ну, в общем, вот этот будет у меня снежный барс. Ну, я уже представляю, что эта картина будет красивая. Конечно, не может быть речи, чтобы ее кому-то подарить. Эта картина будет у меня. Всегда девчонки спрашивают, жалко вам дарить картины или нет. Мне, в принципе, не жалко. Но есть любимчики, которые я дарить не буду. Вот в эти любимчики входит вот эта картина, но и также Мэгги-рукодельница. Кто вышивал Мэгги, знают, какой это труд. И сколько с этой Мэгги работы. Вот эти мелкие детали. Но я обожаю эту Мэгги. Я могу ее бесконечно разглядывать. Ну, собственно, так же, как и вы. Я думаю, от этой картины у всех такое же впечатление. Даже те, кто не хотят вышивать, наверняка разглядывали все эти детальки. И посмотрите, что у меня получается. Так, сейчас пяльцы я сняла. Тоже канва у меня полностью размечена. Да, сложно вышивать мне на 18 канве. Плохо вижу. Даже несмотря на то, что очки хорошие. Но все равно долго вышивать не могу. Ну, я уже рассказывала. Когда сильно напрягаешь глаза, и напрягается спина, и потом повышается давление. Нафиг оно надо? Поэтому по чуть-чуть вот я повышеваю, повышеваю. А потом беру другую работу и чередую. Так, сейчас я магнитиком прикреплю. Чтобы она не падала. Чтобы вам было видно. В общем, вот так вот. Вот такая вот Мэгги. Мурзилка, ну хватит. Мурзилка, ну что, она всегда лезет. Да. Девчонки говорят, хулиганка избалованная. Да, девочки, у нее было тяжелое детство. Голодная, на мусорке. Ну, кто смотрит канал Жили-были, видел, какую мы ее истощенную принесли. Ну, девчонка жизни радуется. Ладно, пускай побалуются. Мне не жалко. В общем, вот так вот выглядит Мэгги. Уже я добралась до кошечки. Я вышивала. И так хотелось добраться до кошки. Так, я к телефонам еще не снимала. Увеличить попытаюсь. Надеюсь, у меня получится. В общем, я долго ждала, когда я доберусь до кошечки. Наконец-то я до нее добралась. Ну, конечно, еще без Бэка. Вот в этом углу, вот где книги я Бэк сделала. А здесь, где кошечка и выше, еще не делала Бэк. Но если учесть, что это 18-й канва, я думаю, что нормальные такие продвижения. Не сказать, что маленькие. Но это еще не полкартины. Ну, четверть точно есть. Очень хочется побыстрее ее вышить. Вообще, если бы мое зрение и здоровье позволяло бы мне эту картину вышивать, я бы от нее не оторвалась. Очень мне нравится. Очень нравится вышивать эти мелкие детальки. Ну, в целом хочу сказать, что о наборах Dimensions. Мне они нравятся. Не все сюжеты мне у них нравятся, но комплектация нравится. Хотя, не знаю, вот эти нитки на такой планшетке, я привыкла обычными планшетками вышивать. Очень-очень длинные эти нитки. И очень любит ими играть Мурзилка. Если она на короткие нитки не реагирует, эти нитки только я достану, все, она прям с ума сходит. Они такие длинные. Я их в косы заплела, потому что они поначалу у меня путались. Я никак не могла приспособиться к этой планшетке. Но ничего, сейчас уже привыкла, приспособилась, поэтому все нормально. Ну, в общем, вот такие вот продвижения. И что интересно, я, по-моему, вам их не показывала. Я когда только начала эту работу, вот немножечко начала здесь вышивать уголок, я показывала. А вот это уже я вам ничего не показывала. А вышила я это все зимой. В общем, за зиму я ни разу не делала отчет по этой работе. Ну, вот, наконец-то сделала. Ну, в общем, свои впечатления я буду рассказывать уже в конце, когда завершу работу. Все равно в процессе вышивки очень сложно делать какие-то выводы. Вот когда картина уже полностью закончена, тогда я могу о ней рассказать. И вообще я заметила, я могу долго рассказывать, когда я начинаю процесс и когда заканчиваю процесс. А когда я показываю свои отчеты, я особо не знаю, что говорить. Мне кажется, что я все уже сказала в своем видео, когда начинала. Ну, в общем, самое главное показать вам свои продвижения. Насколько я продвинулась и сколько я вышла. Кому-то покажется много, кому-то мало. Но если учесть, что у меня огромное количество процессов, их больше десяти. И, в принципе, они все продвигаются. Неплохо продвигаются. Ну, все. На этом я с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр. Всем желаю удачи. С вами была Инесса. Пока-пока. С вами был Игорь Негода.